Почему мы, шииты, после обязательной молитвы не читаем ещё желательной молитвы, то есть сунну? Ну, как на этот вопрос ответить? Начнём с того, что у нас желательной молитвы есть. И у нас огромное количество желательных молитв, в том числе и ежедневных. То есть, например, перед Зухром у нас 8 ракетов желательной молитвы, перед Астром также 8 ракетов желательной молитвы. И Магриб, также после Магриба у нас 4 ракета желательной молитвы и так далее. То есть, каждая из обязательных молитв у нас имеет также и желательные молитвы, и эти молитвы разъяснены и объяснены в книгах наших учёных, в Ресалях, в шариатских положениях. Эти вопросы разъяснены. По поводу того, почему шииты не читают желательные молитвы, то есть, а так ли это на самом деле? То есть, у меня сейчас вопрос в этом, так ли это на самом деле? Почему? Потому что очень многие братья, очень многие верующие читают желательные молитвы. Просто здесь есть один вопрос касаемо того, что лучше, читать эти желательные молитвы дома или в мечети вместе со всеми остальными людьми? И у нас есть предание, в наших источниках есть предание, что желательно, чтобы избежать рия, избежать позёрства, лучше желательные молитвы читать дома, оставить на дом. Не читать их в мечети, а читать их дома. По этому поводу у нас имеются несколько преданий. То есть, это не обязательно, можно и в мечети читать, но желательно читать их дома. Возможно, по этим соображениям, многие из братьев, многие из верующих из числа последователей Ахлибейт, алейхмиссалат и вассалам, читают желательные молитвы дома, а не в мечети, не при всех. Поэтому, возможно, по этой причине и возник этот ваш вопрос по поводу того, почему шииты не читают желательные молитвы. Шииты читают желательные молитвы без сомнения, и у нас огромное количество желательных молитв, поэтому шииты читают. Но, возможно, в вашей местности, в которой вы наблюдаете, это не так распространено. Возможно, там тоже распространено, но братья предпочитают читать их дома, а не в мечети. Продолжение следует...